Я, поскольку много лет назад окончила высшую школу телевидения Останкино, меня очень часто спрашивают, стоит ли там учиться, для чего туда нужно приходить, а кто ваши студенты, а кто преподаватели, а что они дают. И я всегда отвечаю, что то образование, которое получилось здесь, оно дало мне, это был первый шаг к исполнению моей мечты. И я могу сказать, что весь преподавательский состав, который здесь преподает, это уникальные люди, которые добились в своей профессии многого. Эти люди в профессии, и они могут дать столько, они могут отдать больше даже, чем знают, потому что у меня бывает, я преподаю по три группы, до 22 я должна преподавать, и я сижу еще час, потому что из меня студенты мои высасывают и высасывают. Наши студенты это те люди, которые хотят быть счастливыми, потому что иметь профессию, ту, которая тебе нравится, это самое настоящее счастье. Я точно это поняла, имея профессию до этого финансовую и долгое время работая там, и помня все эти ощущения, и сейчас, когда я нашла то дело, которое мне нравится, я точно могу вам сказать, что это самое настоящее счастье. К нам приходят учащиеся, к нам приходят дети, которые еще не окончили школу, и к нам приходят люди, которые состоялись. В чем состоялись? Вообще в другой профессии. Эти люди, где-то 15% наших обучающихся, это руководители крупных предприятий. Зачем они к нам приходят? Они приходят к нам за тем, чтобы получить определенные навыки, например, публичных выступлений. То есть они прекрасно руководят какими-то большими предприятиями, но навыков нет. Они приходят к нам, мы им даем. У них есть какая-то внутренняя зажатость, они не знают, как общаться с персоналом, мы также им помогаем. То есть наша школа уникальна в том плане, что к нам приходят разные люди разных возрастов, и они получают здесь уникальные способности, потому что нет ни одного человека, который бы пришел к нам в школу и ушел точно таким же, ничего не получив. Нет такого. Я точно вам говорю, как художественный руководитель. Все ученики, которые приходят к нам, они находят себя, они находят в профессии. Бывает такое, что приходят учиться на телеведущего, а потом понимают, что режиссура ближе или операторское искусство, и они переходят. Мы позволяем это делать. И я могу вам с точностью сказать, что я уже сколько здесь и преподаю, кроме того, что я художественный руководитель, при мне уже, но моих студентов, наверное, студентов пять в прошлом году, которых я обучала, они уже работают на телевидении. То есть для кого-то, если цель работать на телевидении, мы замечаем самых талантливых, самых трудолюбивых, это очень важно, и также помогаем. Мы размещаем информацию о кастингах. Сами руководители помогают талантливым студентам получить где-то практику. Потом, если практика пройдена хорошо, конечно же, получают профессию и остаются на канале. То есть мы помогаем тем людям, которым просто ничего не нужно, они не хотят на телевидении, но им нужны определенные навыки, мы им также помогаем. Поэтому мы рады. Сегодня у нас был день открытых дверей, и к нам пришло 400 человек. Я так рада, потому что интерес к профессии есть, и я уверена, что процентов 80 всех этих людей останутся у нас в школе. И это очень здорово, помогать, отдавать. Меня очень часто спрашивают, зачем ты еще и преподаешь. Для меня это уникальная возможность передать все свои знания, потому что, когда я приходила в школу, у меня из родителей, из родственников никто не работал на телевидении, и какой-то даже человеческий совет мне некому было дать. Мы, преподаватели, для своих студентов, я даю очень много каких-то просто жизненных советов. Как, куда, что, телевидение очень разное. Рассказываю, всегда спрашиваю, а что ты хочешь? Это самое главное. И от этой мечты мы отталкиваемся, я даю очень много советов. И, конечно же, приходить к нам, это делать первый шаг к своей мечте, к исполнению своей мечты.